С молитвой за Беларусь. Сотни верующих сегодня собрались у стен столичного храма всех святых. Здесь встретились представители практически всех религиозных конфессий. Православные, католики, протестанты, иудеи и мусульмане. Десятилетиями они мирно сосуществуют на нашей земле, поэтому в сегодняшней молитве за лучшее будущее белорусского края, а значит и своего народа, они были рядом. В торжественной церемонии, которая закончилась буквально полчаса назад, принял участие и президент Александр Лукашенко. И все подробности в нашем материале. В крипту прибывает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. На площади перед храмом-памятником в честь всех святых сегодня многолюдно. Праздничное убранство, певческие хоры, симфонический оркестр и зрители самых разных верований. Руководители госорганов здесь рядом с главами общественных объединений. Союза поляков, объединение украинцев, объединение армян и других. Представители политических партий рядом с представителями религиозных конфессий. От православной до мусульманской. Сама возможность таких объединяющих мероприятий признак здорового общества. Центр или сердце сегодняшнего вечера у храма-памятника всех святых Крипта, у которой выстроились солдаты роты почетного караула. В руках у них семь капсул. Землю из Германии, Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии и Италии. Эта земля – с мест погребения воинов-белорусов. Сам Господи упокой души воинов за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивши. Митрополит Павел окропляет капсулы с землей святой водой. Военнослужащие роты почетного караула закладывают капсулы с землей в нишу. В центре Крипты лампада с благодатным огнем из Иерусалима. От него президент зажигает поминальную свечу. Свои поминальные свечи ставят и другие участники церемонии. Сегодня здесь и представители семей иностранных государств. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Митрополит Минский Изославский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. Архиепископ Татеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви. Муфтий Абубикир Шабанович, председатель мусульманского религиозного объединения. Григорий Хайтович, председатель иудейского религиозного объединения. Сводный хор поет молитву о вере и надежде в лучшее будущее своего народа и родного края. Романтизм Янги Купалы актуален и сегодня. Мир на белорусской земле – ценность, которая особенно остро чувствуется в неспокойном 21 веке. Молюсь, а я небу, земли и простору, Могутному Богу за свету молюсь. Во всякой приходе, во всякую пору зародный народ Белоруссии. Наши соотечественники умерли на той земле и оказались в той земле не по своей воле. Они выполняли святую миссию. Они освобождали человечество от коричневой чумы. И слава Богу, что в нашей стране есть люди, которые помнят, понимают и знают цену духовности великой, которые понимают, что каждый человек в свой покой должен найти на своей земле. И пусть через десятилетия, пусть спустя много лет мы привезли эту землю, в которой похоронены наши люди, тысячи и тысячи советских людей, и разместили ее здесь, в этом святом месте, в этом храме. Это дань уважения, это наша память нашим людям, погибшим, выполняя священную миссию по освобождению человечества. Глубоко символична наша торжественная церемония – молитва за Беларусь. Молитва – это не только обращение верующих к Богу, но и выражение искренних и глубоких чувств каждого из нас, всего белорусского народа к своей Родине, нашему общему дому, благополучии которого мы каждодневно заботимся. Испокон веков наивысшим проявлением человеческого духа было поклонение своим святыням. Для нас, белорусам, нет более великой святыни, чем самоотверженный подвиг людей, не щадя своей жизни, защитивших родную землю от захватчиков и поработителей. Вознося молитву о Беларуси, мы в первую очередь склоняем головы перед павшими героями, которые вписали золотые страницы в славную летопись Отечества. Жители Беларуси оценивают межконфессиональные отношения в нашей стране как спокойные. У нас нет дискриминации по конфессиональному и национальному признаку. Не знаю, есть ли еще такая страна на планете, где руководители разных религиозных и общественных объединений не только дружат между собой, но и активно помогают друг другу. Прекрасную вещь сказал представитель нашей мусульманской общины, «Когда у него спросили в Европе, сколько вас мусульман в Беларуси, он ответил, нас около 10 миллионов. Это истина нас, православных, иудеев, католиков, мусульман, других конфессий, нас всех около 10 миллионов, каждой конфессии. И это залог того, что мы всегда будем жить в мире, потому что мы уважаем друг друга, потому что православный воспринимает мусульманина, а мусульманин православного не только как своего, а как он сам. И поверьте, страшно, когда война, страшно, когда в результате гибнут люди. Но еще страшнее, если мы отходим от фундаментальных нравственных принципов. Войны залечиваются, раны войн залечиваются. Свидетельством тому Вторая мировая Великая Отечественная война. Но нарушение фундаментальных нравственных принципов – это на века. Поэтому нам надо как никогда быть осторожными и аккуратными, особенно в это смутное и порой непонятное время. Сегодня укрепление нашей государственности во многом зависит от того, насколько мировоззрение пастора или активиста национально-культурного объединения согласуется с его уважением к народу и верой в страну. У многих из присутствующих есть мировоззренческие, богословские различия. Но перед нами стоит общая задача – максимально сплежать позиции по общественно значимым вопросам, воспитывать наших граждан в духе взаимопонимания и добрососедства, учить их милосердию и веротерпимости, согласию и заботе о ближнем. Особо значимыми в этом плане являются утверждения высоких идеалов нравственности, воспитания и обучения подрастающего поколения, поддержка семьи, материнства, детства, словом, обеспечения достойного, настоящего и будущего нашей страны. Мы существенно продвинулись в решении одной из самых болезненных проблем современности. Она очень характерна и актуальна для европейцев – проблемы демографической. В стране заметно повысилась продолжительность жизни, рождаемость. В значительной степени этому способствует реализация программ по поддержке, социальной поддержке граждан. Но, пожалуй, не менее важный фактор – создание в стране атмосферы уверенности людей в своем будущем, в стабильности и защищенности нашего государства. Самое большое наше завоевание – это мир на белорусской земле и спокойствие в обществе. Сегодня земной шар раскалывается от кровавых конфликтов. Междуусобную бойню втянуты даже наши соседи. Они десятками тысяч бегут от войны, в том числе и к нам. Рассказы беженцев порой повергают в ужас. На этом фоне белорусские граждане особенно ясно ощутили теплоту родного дома. Той тихой, синяокой обители, где не рвутся снаряды, не рыдают матери, не гибнут беспомощные дети и старики. Вы знаете, я особенно в последнее время слышу слишком много разного рода инсинуаций. Я вижу эти манипуляции со стороны отдельных наших единиц. Это единицы наших граждан, но они есть, которые пытаются то, что происходит в Украине, повернуть внутрь Беларуси и превратить в какую-то грязную политическую кампанию. Ведь действительно, великое благо, когда народ живет в мире. Когда нет мира, не надо ничего. Тогда ни продукты, питание, ни одежда, ни цены на них не значат, будут ничего. Спросите у этих беженцев. Мы все можем сами сделать своими руками в родной Беларуси. При наличии только одного условия – мира и спокойствия. И будьте уверены, как бы ни было сложно и трудно, мир, безопасность для наших граждан, мы обеспечим безусловно, чего бы нам это ни стоило. Потому что мир – это самое дорогое, что может быть у человека для его процветания и прогресса. Завершилась церемония песни «Родима, моя дорогая», когда одновременно на площадке перед сценой развернулась хореографическая композиция о Беларуси, изображающая обращенную к храму икону. «Родима, моя дорогая, ты в счастье жаданым живи. Я сердцем по пепре сягаю, пуш широй свиновней любви». Евгений Горин, телекомпания СТВ.